Ребята, всем привет. Продолжаю оживление 676. Кто следит за канал, знает, что в станке выяснилось очень проблемное место. Это именно соединение коробки скоростей с валом, на котором сидит шкив электродвигателя. Вал разбит, именно посадочное место под шпонку. И это нужно исправлять. Сейчас мой друг Игорь поможет мне с починкой этого вала. Заварим тиг сварочкой. Перед тиг сваркой хорошо зачистил металлической щеткой. Ностальгия у меня по таким проектам. Хочется повторить что-то такое, даже более грандиозное с Игорьком. Тони в курсе, ребята, это ручной 10-киловаттный фонарик. Растет. 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 Продолжение следует. Ребята, вал готов. Игорь обварил по кругу и теперь его ждет токарная обработка. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Запрессовал два подшипника закрытого типа. Этот вал соединяет электродвигатель с коробкой скоростей. И вставляется этот вал в этот корпус. Насадил соединительную втулку. Она соединяется с валом коробки скоростей. И теперь мне нужно починить вот этот вал. Проточить под вот этот диаметр. И также профрезеровать посадочное место под шпонку. Слава богу, посадочное место под подшипник здесь целое. Постарался выставить вал как можно точнее по индикатору. Есть небольшое биение в несколько соток. Точнее я уже не сделаю. В центрах тоже не могу выставить вал. Потому что с обратной стороны центровочное отверстие просто уничтожено. Делаю новое посадочное место под шпонку на втулке. Потому что оно было разбито не только на валу. А еще и ответная часть тоже. Сначала профрезерую фрезером, насколько можно. А потом доработаю резцом из быстрореза. Нужно доработать этот рев cupcakes. Вот что у меня получилось. Теперь нужно доработать резцом. Я думал фреза не выдержит, но она прекрасно справилась. Фреза по алюминию. Главное использовать СОЖ. Сталь здесь не каленая. Этот маленький фрезер видел в своей жизни все. Даже сталь уже грызет. Переточил старый удлиненный расточной резец из быстрореза. Вот что у меня получилось. И сейчас попробую с помощью него доработать паз под шпонку аккуратно. Из круглого будем делать квадратное. Дорое... Дорого в doğле? Поворачиваю патрон на небольшой угол и продолжаю процесс. Если нужно скорректировать грань, можно повернуть резец на небольшой угол. И в итоге у меня получился вот такой результат. Ну как по мне так достойно. Тем более что делал я первый раз и еще все дело усугублялось тем, что паз не сквозной, а глухой. В общем как-то так. А сейчас мне нужно подогнать сюда шпонку как можно точнее. Новая шпонка на своем месте очень плотно сидит. Пришлось ее даже немножко подзабить туда. А теперь сделаем паз под шпонку на валу. Интрига дня. Справится ли мой маленький помощник с задачей посложнее. Тут все-таки каленая сталь и не сгорит ли фреза буду использовать активно СОЖ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я уже пробурился на 1 миллиметр. В принципе процесс идет неплохо. Еще процесс усложняется тем, что фреза у меня 6 миллиметров, а паз мне нужно сделать 7 миллиметров под шпонку. Добиваться я это буду с помощью подкладок. Под фрезер сейчас я его опустил на 0,5 миллиметра относительно центра. А потом подниму на 0,5 миллиметра выше. Тем самым добавлю еще миллиметр. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще один миллиметр прошли. Уже в целом 2. Осталось еще 2 миллиметра. Отчетливо слышно по звуку, как фреза с каленого металла переходит на более мягкий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 4,5 миллиметра у нас в кармане. Маленький фрезер восстанавливает большой. Это очень символично. Заглубляюсь, ребята, буквально по десяточке. Тут главное никуда не спешить и потихоньку с максимальным охлаждением фреза хорошо берет металл. Теперь с помощью подкладки подниму на 1 миллиметр и повторяю такую же процедуру. Паз готов. Теперь пытаюсь подогнать шпонку. Она больше где-то на одну десятку. И постепенно я ее запрессовываю, вытаскиваю и стачиваю бормашинкой. Сейчас увидите, покажу. Все очень-очень плотно получилось. Теперь главное вытащить. Видите, образовалась зазубринка. Шпонка гораздо мягче, чем вал. Он немного срезает шпонку. Сейчас в том месте подточу бормашинкой. И вот так много раз повторяю процедуру. Подгоню как можно точнее и плотнее, чтобы было. Обратно выпрессовываю с помощью резцедержки и продольной подачи. Все, ребята, наконец-таки готово. Я очень рад, постарался подогнать как можно лучше. Смотрим на вал как было. А теперь посмотрим поближе, что у нас получилось. Вот такой паз аккуратный. И самое главное точный. Давайте еще раз запрессую. Покажу вам как точно и плотно все получилось. Вручную это сделать невозможно. Усилие тут довольно приличное. Все. До конца. Отлично. Никаких люфтов, зазоров. Хочу сказать, это был эксперимент. Меня приглашали в соседнюю мануфактуру. Там не всегда рады и готовы помочь. Но я хотел попробовать сам справиться с этой операцией. В принципе все получилось. На удивление Макита прогрызла очень аккуратный и точный паз в каленой стали. Тут главное не спешить. Запастись терпением. И потихоньку по одной десятке фрезеровать. И как можно больше охлаждающей жидкости использовать. Фреза не сгорела. Все с ней отлично. Сейчас попробую полиуминю после каленой стали как она фрезерует. В общем я еще на один шаг ближе к восстановлению 676. Вам спасибо что смотрите. Всем пока. Скоро увидимся.